Братья и сестры, приветствую вас всех, очень рад быть в ваших краях. Впервые я в Сибири даже и не ожидал. Приехал я с Азербайджана, зовут меня Рауф Гурбанов. Друзья, и хотелось бы поделиться свидетельством о жизни нашей, о нашем служении, о методах служения нашего благовестия, о некоторых трудностях. Друзья, церковь, к которой я принадлежу, поместная, это в городе Сумгаид. Ну и церкви нашего региона, они, значит, относятся к Кавказскому объединению. В наших церквах в общей сложности по Азербайджану, если всех собрать, где-то 315 членов церкви. И из них около 100 человек – это те, которые когда-то были мусульманами. Исповедовали ислам, а теперь в Господе Иисусе Христе, братья и сестры, в том числе и я. Братья и сестры, наша жизнь по Евангелию, вот сейчас тема второй части служения нашего, понимают так, что начинается с дома, все начинается с дома. Уверовали мы, жена моя тоже, она обращенная из мусульман, и начали, начали трудиться вот с дома, начиная. Вначале никого у нас не было, потом детки, и каждый день мы совершали служение наше в 9 утра в доме нашем. Соседи приглашали. И вот так, знаете, грудные детки, соседи, люди неверующие, собираются и слушают Слово Божие. Мы преклоняем колени, они поначалу неохотно, а потом потихонечку-потихонечку соглашаются, и тоже вместе с нами так вот проводят служение на коленях, обращаясь к Богу. Друзья, ну вот и прошли года, уже детки подросли, и вот одному из моих сыновей, ему сейчас 9 лет, недавно он выходит на улицу, ну и тут соседние мальчики собираются, и он спрашивает их, а вы знаете песню «Любовь Христа безмерно велика»? Ну откуда же им знать такую песню? Нет, не знаем. Ну тогда я вам спою, если вы не знаете. И начинает «Любовь Христа безмерно велика». Споют, они с большим удивлением, тут и взрослые проходят мимо, слушают, что это за мальчик 9-летний поет гимны, а он домой забегает и ко мне. Быстренько берет песню. «Папа, мы сегодня будем учить новый гимн». Ну и начинает петь со мной, изучает новый гимн, опять выбегает на улицу и опять собирает мальчишек и еще гимн. Очень любит петь песни, и вот так вот выходит и поет детям. Один взрослый человек подходит и говорит, «Мальчик, а что твой папа христианин?» Он говорит, «Да, а что вы не христианин?» Знаете, так вот там сразу к нему, «Нет, нет, я не христианин». Напрасно, напрасно. «Ну тогда слушайте меня». И вот он начинает продолжать так петь. Друзья, вот с детских лет жизнь по Евангелию с дома начинается, с дома. И дети воспитываются так вот. И знаете, приятно, приятно. И хочется желания мое, чтобы и дети мои, у меня шесть сыновей, две дочери, чтобы все сыновья, они были ревностными благовестниками. Друзья, наше служение, оно проходит среди азербайджанского народа, среди лизгинского народа. Те, которые исповедуют ислам. И вот на их родном языке мы свидетельствуем, трудимся, мы выезжаем из дома на несколько дней. Так вот, допустим, в один район, там в другой регион республики нашей. В общей сложности, знаете, большинство населения исповедует ислам. Это приблизительно где-то, как по статистике, если я вот, ну, как вот сейчас помню, 92 процента, ну, приблизительно. 92 процента – это люди, исповедующие ислам. И вот мы к ним выходим по домам, раздаем литературу, Евангелие. Не все принимают, конечно, некоторые вступают в спор как-то, но мы с ними, опять-таки, встречаемся, беседуем, ездим. Кто принимает – принимает, кто нет – дальше отправляемся. Помню розовое Евангелие. Как-то к одному человеку обратились, подарили Слово Божие, он читает Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Так это же грех! Как это грех? Ну, в общем-то, у мусульман понятие такое – Христос, он просто пророк. Но ни в коем случае не Спаситель, не Господь. Это же грех! Тут написано – Евангелие Господа нашего. Так ведь он не Господь! Я говорю, ну, это же не я говорю, это вы сейчас сказали, вы прочитали. Это Слово говорит. Так вы, христианин? Да. Ну, и начинается у нас беседа так вот с людьми. И вот тот, который взял Евангелие и говорит, «Слушай, давай так. Мы сейчас немного поговорим вместе. Если ты убедишь меня в Слове Твоем, то я принимаю Христа. И если же нет, то ты оставляешь путь твой». Вы знаете, конечно, рискованно. Ну, взмолился внутренне. Была, не была. Давай, начнем. Начнем. И вот он начинает, конечно, свои понятия. Я даю возможность. Говори, говори, слушаю. И когда он выскажется в целом так как бы о христианстве, что он понимает, что он знает, ну, в принципе, это Слово Божие, это не знает. Ну, после того, когда он все выскажется, я ему начинаю тоже свидетельствовать из Слова Божия. Начинаю цитировать местописание. Начинаю свидетельствовать, ну, рассказывать некоторые истории. Знаете, как они внимательно слушают. А потом задаю вопрос. Так вот, то, что вы говорите, то, что неверно, то, что искажено, вы можете мне ответить, а кто исказил? В какое время? Молчат. Я говорю, ну, давайте я подскажу вам тогда. Как это подскажать? Ну, подскажу. Ну, религия ваша, ислам, в VII веке основана была. Скажите, пожалуйста, а вот в VII веке Евангелие истинное было? Или нет? Он сразу, нет. А с чего вы взяли? Ну, так, так говорят наши старейшины. Хорошо. А вы знаете, по вашему Писанию сказано о том, что мы, христиане, люди Писания, и наше Писание верно, и вы должны это читать, Писание. Он подумал, значит, в то время было верное. Так, если было верное, тогда в какое же время изменилось Писание? Ну, значит, позже. Ну, позже в какое время? Ну, в VIII, в IX веке. Я говорю, вы знаете, ну, в IX веке уже Евангелие, ну, приблизительно на 15 языков переведено было. А ведь не было ни машин, не было самолетов, не было поездов, чтобы какому-то умному мусульманину, скажем там, или кто бы там ни был, вот, проездить весь мир, собрать все эти 15 переводов, и взять и изменить, а потом опять раздать. Как вы думаете, вообще это возможно? Нет, невозможно. Но если это невозможно, значит, оно и позже не изменилось. Так когда же оно изменилось? Не знаю. Я говорю, знаете, а меня оно изменило. Меня изменило, и многих изменило. Так что вы сможете сказать на это? Ничего. Так значит, то, что сказано, что Евангелие Господа Иисуса Христа, это верно? Получается так. Я пожимаю руку Ему и говорю, пойдем на собрание. Ты должен принять Христа. Знаете, не по себе человеку, ну, а что делать? Дал же слово. Дал слово. Ну, и все равно, знаете, с хитренькой как-то отходят, отходят так. Но, слава Богу, все равно есть те души, которые принимают. Есть даже тайные, тайные, мы вот с ними встречаемся, учениками их назвать или как. Ну, вот есть те, которые принимают, но тайно и боятся где-то. Друзья, вы знаете, когда мы бываем так вот по несколько дней, по несколько дней выезжаем, скажем, в один район или в город какое, или в селение какое, вот побудем там несколько дней, походим так по дворам, по домам, познакомимся, поближе с людьми. А потом мы и уезжать не хочется. Я помню, мы вот с одного селения, так вот в одном селении побыли мы, дней десять, и с братом одним возвращаемся, и не хотим. Остановили машину, плачем, плачем, не хотим, возвратиться нужно. Вот, хочется обратно. Вот такое желание потрудиться. Ведь там еще все-таки столько человек, которые, ну, не слышали Слово Божие, не слышали Евангелие, а ведь им тоже нужно возвестить Слово Божие. Друзья, вот недавно у нас метод, мы решили такой вот, ну, как бы попробовать, использовать, и у нас оно пошло. Мы решили по субботам собираться члены церкви из азербайджанского народа. Собираться, и каждый, кто из нас может, пусть, ну, пригласят там соседей, знакомых там, родных своих, чтобы вот так собраться. Друзья, нас собирается человек 20-30. Нас, верующих, человек 8, 7-8. И людей вот так вот, неверующих собираются, и детей мы своих тоже берем. И, знаете, по субботам так вот мы готовим тему за столами, готовим тему определенную из Слова Божия, и начинаем вот на эту тему рассуждать. И все, все стараются участвовать, чтобы и мы, и те, которые еще не обратились к Богу, или вообще далеки, тоже, тоже участвуют, и им интереснее. Им намного сложнее прийти к нам на собрание, скажем, в воскресенье, да, общее собрание, говорят, это не наше. А там, когда они слышат родной язык, там, где они сами участвуют, да, еще и за чаепитием, вот, им очень приятно, очень приятно. И вот каждую субботу, и сейчас у нас тоже проходит, у нас на три часа, мы отстаем от вас, в данный момент у нас тоже проходит это служение. И постоянно люди сами звонят и спрашивают, сегодня, будет ли вы проводить это служение или нет? Конечно, будем. Конечно, будем. И слава Богу, Бог благословляет. В этом году уже было два крещения. Это уже обращенные из мусульмана, еще готовятся несколько человек, это именно те, которые из мира, из мусульманского народа обратились к Господу. Друзья, и это результат. Когда ты желаешь трудиться, когда ты хочешь, друзья, пусть это будет крупиться, пусть это будет очень долгое время, но Господь благословит. Я верю, что Господь благословит. Братья и сестры, у меня было желание молиться о многих. И так получилось. Звонит мне одноклассник. Звонит мне одноклассник мой. Мы уже больше 20 лет, как не видимся, не учимся, разошлись. И он говорит, я хотел бы увидеться с тобой. Да и не только я. Пожалуйста. Друзья, и приехали несколько человек, одноклассников, приехала ко мне, чтобы увидеться и послушать Слово Божие. Узнали, услышали, что человек стал верующим, христианство принял, Евангелие Христа. И вот им так было интересно. Братья и сестры, и уже одна душа из этих одноклассников готовится к крещению. Слава Богу. Обратилась и к Богу. И дай Господь, дай Господь, чтобы и остальные обратились к Господу. И на нас-то было 30 человек. Ну, где-то человек 17-18 уже меня нашли и стараются иметь такое вот общение вместе со мной, чтобы услышать Слово Божие. Друзья, бывают такие вот моменты. Мы, уже время мало, я еще немножечко кое-что скажу. Допустим, в дом войдем. Ну, там, посидим, пообщаемся, с большим вниманием слушают. А мы смотрим на время. Смотрим время, уже позднее. И мы говорим, вы знаете, извините, вот в одном доме мы были. Извините, нам уже домой пора, мы задержались у вас. А они говорят, да нет, нет, не обращайте внимания на наши часы. Это мы переводим стрелки на час, на два вперед, потому что у нас часто очень гости бывают. Но это вам не касается. Так что сидите. А вот мы посмотрели, и действительно, у них время. Там на час вперед стрелочку перевели. Ну, и нам приятно тогда еще больше как-то с ними вот так вот сидеть, общаться, за чайпитием и свидетельствовать. Друзья, трудности у нас в отношении того, что вот так открыто выйти в город и сказать кому-то открыто дать Евангелие, это сложно. Хотя мы выходим и все равно свидетельствуем, потому что если увидят власти, полиции, то сразу же нас могут забрать. И забирали, и штрафы, бывало, налагали на нас. То есть, это запрещено. Но Господь при всем том благословляет. Есть еще трудности. Трудности, конечно, те, которые обращаются к Богу, они терпят от родных своих. Терпят. Бывает такое, что из дома выгоняют, приходится где-то ночевать, приходится где-то у кого-то находиться, бывает, там и побьют сильно. Но, и опять-таки, вы знаете, если человек, исповедующий ислам, он искренне, вот твердо решил принять, принять евангельскую веру, обратиться ко Христу, то он старается вот так вот утверждиться, устоять в вере. Ну, и мы, конечно, поддерживаем их в молитве нашей. Друзья, и в пожелание я хотел бы прочитать вам всем Евангелие от Марка, 16 глава, слова Иисуса Христа. Он сказал, 15 стихом я читаю, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Не сидите, идите. Друзья, это его поручение. Трудно ли, тяжело ли, может быть, какой-то страх преследует, идите, я с вами, он говорит, и проповедуйте. А уже дальше Бог будет действовать сам. Пусть вас всех Господь благословит. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok